МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На кону лидерство в чемпионате гонбольный клуб Гомель и СКА все-таки выявили сильнейшего. В Добруше состоялся международный турнир по мини-футболу в памяти первого министра спорта и туризма Белоруссии Владимира Рженкова. Сборная Белоруссии по хоккею проводит учебно-тренировочный сбор. В расположении национальной команды главный тренер Дэйв Льюис вызвал 26 хоккеистов. Среди них и новичок хоккейного клуба Гомель Артем Волков. Перед международной паузой календарь чемпионата Белоруссии в экстралиге свел двух принципиальных соперников. Болельщики увидели очередные эпизоды Полесского дерби. Жлобинский металлург и Гомель на протяжении трех дней встретились дважды. На первом этапе чемпионата соперники встречались дважды. Игры получились сверхнапряженными. В первом случае победителя выявили только в овертайме, во втором – в серии буллитов. Можно с уверенностью сказать, что и в этот раз дерби получилось. Тяжелые для команды зрелищные до болельщиков. Матчи до последних минут не теряли интриги. Обо всем по порядку. Первое противостояние проходило на льду Гомельского ледового дворца. Старт игры ничем особым не отметился. Команды обменялись несколькими неплохими атаками. Интереснее стало на 13-й минуте. В бокс штрафников отправился Павел Мусиенко. Гости расположились в зоне Гомельча. Несколько передач и бросок Тимофея Филина. Шайба нашла щель между щитками Игоря Брекуна. Чтобы реализовать лишнего металлургу понадобилось всего 17 секунд. Не нужно и говорить, что после этого эпизода Гомель добавил скорости и остроты. Однако к финишу первого периода отыграться не удалось. Успех пришел на старте второй-третьей игры. Брахманис после передачи партнера не смог переграть Павла Шигала. Шайбу, которая отскочила от голкипера гостей, ворота направил Андрей Колосов. 1-1. Гомель после заброшенного гола давление не сбавил. Металлург отбивался и организовывал контратаки. Однако под конец периода защита гостей дала сбой. Игорь Ревенко выехал из-за ворот и почти с нулевого угла отдал передачу вдоль. Для Павла Шигала это стало неожиданностью. От его клюшки шайба и попала в ворота. 2-1. Я считаю, я сегодня подвел команду, потому что это второй гол. Я потерял концентрацию. Ну, собственно, от меня же она сама и залетела. В третьем периоде хоккеисты Металлурга организовали навал на ворота Игоря Брекуна. Минут шесть гости прессовали гомельчан в их зоне. Главный тренер хозяев Андрей Сидоренко даже взял тайм-аут, чтобы остудить атакующий порыв жлобенчан. Это помогло. Игра выровнялась и до конца периода больше заброшенных шайб не было. Хоккеистам сегодня говорят, что нельзя пропускать первым, потому что соперники играют очень хорошо в обороне, на контратаках. Тяжело эту оборону будет взламывать. Но вот этот гол у нас с Ревенков перед раздевалкой очень много повлиял, конечно, на результат. Вторая игра состоялась два дня спустя в жлобене. Гомельчане отправились в гости к Столиварам только за победой. Настраиваемся на победу. Нам побеждать надо, очки входить в тройку. С задачей закрепиться в тройке турнирные таблицы гомельчане справились. На старте третьего периода «Металлург» выигрывал 3-1. Гомель сумел забросить две шайбы и перевести игру в овертайм. Где решающее слово сказал капитан Рыси Эдис Брахманис. Победа гостей 4-3. В турнирной таблице «Металлург» замыкает шестерку сильнейших. На минувших выходных в Минске прошли игры очередного тура Балтийской гонбольной лиги. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» провела две игры. Гомельчанки уступили «Жальгересу» 34-37 и обыграли «Горляву» 35-24. В мужском чемпионате страны состоялся матч, который определил единоличного лидера. «Гомель» принимал столичный СКА. Перед матчем команды в турнирной таблице имели одинаковое количество очков. Игры с принципиальными соперниками мужская и женская команда гонбольного клуба «Гомель» в этом сезоне проводят в почти праздничной атмосфере с сильной поддержкой трибун. Так было во время недавней игры «Гомельчанок» с БНТУ «БелАЗ». Противостояние мужской команды «Гомеля» и СКА не стало исключением. В этом сезоне соперники сыграли между собой дважды. На втором круге чемпионата в Минске «Гомель» и СКА разошлись миром. На время турнира в Могилеве армейцы были сильнее. В этот раз «Гомель» сразу показал, что не боится титулованного соперника. К 12-й минуте счет на табло был 7-3 в пользу хозяев. Пятью результативными бросками отметился левый полусредний «Гомельчан» Андрей Ященко. Он и дальше не сбавил обороты, записав в итоге на свой счет 14 голов. СКА не тот соперник, с которым можно терять концентрацию. Секундомер отсчитал еще 6 минут, а гости уже сравняли счет 8-8. До конца тайма игра шла мяч в мяч, и на перерыв команда ушли при счете 14-14. Главный негативный момент для хозяев из-за травмы выбыл Дмитрий Смоликов. Потеря чувствительная. Тем более, что в команде Сергея Цыганкова не такая длинная скамейка запасных. Начало второго тайма проходило по тому же сценарию. Команды обменивались результативными атаками. К 10-й минуте на табло горели цифры 20-20. И здесь дала о себе знать проблема, которая сопровождает как мужскую, так и женскую команды Гомеля в этом сезоне. Кадровый голод. Хорошо укомплектованный СКА воспользовался слабостью соперника. Не хватило длинной скамейки. Взамен не хватило. Потом все у нас покинули, и СКА ушел в отрыв. Постепенно армейцы наращивали преимущество. Гомельчанам, чтобы догнать гостей, мощи уже не хватало. Несмотря на поражение с отчетом 27-31 у тренерского штаба, Гомеля претензий нет. Самоотверженность и желание побеждать у игроков были на высоком уровне. Есть технические ошибки, которые, я считаю, там можно работать. Главное, что ребята верят с этого года, что мы можем играть с Аскаминском. И я думаю, что мы в этом году составим конкуренцию с ними за плей-офф. В стане соперника появлению серьезного конкурента тоже рады. Интересные и напряженные игры пойдут на пользу не только чемпионату, но и всему белорусскому гандболу. Мы довольны тем, что уже появляется еще одна команда, которая очень прилично может сделать конкуренцию. Возможность взять реванш у гомельчан будет уже в ближайшую субботу. И снова на своей площадке. 19 декабря на паркете Дворца игровых видов спорта Гомель и СКА сыграют перенесенный матч первого круга. Завершился основной раунд европейской зоны квалификации чемпионата мира 2016 года по мини-футболу, который пройдет в Колумбии. Определены все 14 участников плей-офф. В эту стадию прошла и сборная Беларуси. В своей группе наша команда заняла второе место. Дальше бороться за победу предстоит с Венгрией, Сербией, Голландией, Словенией, Польшей и Словакией. А тем временем на внутренней арене команды боролись за выход в четвертьфинал Кубка Беларуси. Часть матча и 1-8 финала розыгрыша трофея уже состоялась. Правда, с переменным успехом для клуба в Гомельской области. Рогачевский МКК пробиться в следующую стадию не смог. На своей территории он уступил охране «Динамо» 4-10. А вот ВРЗ дома разгромил столичный клуб «Динамо» БНТУ 5-1. Матч проходил в спорткомплексе «Локомотив». Сразу после этой пары на площадку вышли БЧ и Агрокомбинат Южный. Так сложился жребий, что этот матч 1-8 финала Кубка Беларуси по мини-футболу превратился в Гомельское дерби. Точнее, дерби Гомельского района. С одной стороны, радовало, что хотя бы одна из команд региона абсолютно точно поборется в четвертьфинале. С другой, огорчало, что один клуб также точно останется неудел. Совсем недавно БЧ и Агрокомбинат Южный встречались в рамках национального чемпионата. Болельщики ожидали, что этот матч станет ремейком поединка 11-го тура. Тогда, после напряженной борьбы, удача оказалась на стороне железнодорожников 4-2. Теперь южане намерены были взять реванш за чемпионатное поражение. Да и на проход в четвертьфинал был только один шанс. К концу первого тайма счет был 1-1. Южане за 42 секунды до свистка решили взять тайм-аут. Но тренерская установка осталась нереализованной. В целом, по сравнению с предыдущей встречей, южане смотрелись чуть более уверенным. Восстановились травмированные игроки. У игры появился чуть более четкий рисунок. А вот БЧ допускало множество ошибок. Несколько раз оказывались нереализованными почти стопроцентные моменты. Железнодорожники били мимо пустых ворот. Тем не менее, одного красивого розыгрыша им хватило для второго гола, автором которого стал Никита Андреевский. Южный больше внятных попыток отыграться не сделал. И в стадию четвертьфинала со скрипом пробились железнодорожники. Кто окажется их соперником, по следующему этапу пока неизвестно. Столица и Мопит свой матч 1-8 сыграет только 6 января. С каким из столичных клубов будет удобнее играть БЧ, главком пока не определился. Честно сказать, тяжелый вопрос. С Мопитом вроде бы мы и выигрывали, и столицу в том году выигрывали. Но тяжело. Я, честно говоря, даже предпочтений никому никаких не отдаю. С кем лучше, с кем удобнее. С кем будет, с кем будем играть. К тому будем готовиться. Далее также о мини-футболе. В Добруши состоялся 19-й международный турнир памяти первого министра спорта и туризма Беларуси, президента Национального олимпийского комитета Владимира Рыженкова. За победу боролись команды из Беларуси, Украины, Молдовы и России. От областного до международного. За годы своего существования турнир стал знаковым событием в спортивной жизни не только Добрушского района, но и всей Гомельской области. Эти соревнования – дань памяти земляку. Владимир Рыженков родился в Добруше. За 19 лет, в которой проводится турнир, на площадку Добрушской детско-юношеской спортивной школы выходили команды из многих регионов Беларуси, а также из Украины, России, Латвии и Молдовы. Среди игроков, которые делали здесь первые шаги в своей профессиональной карьере, есть и звезды. Благодаря этому турниру был замечен и вырос на этом турнире. Вторым был в нашей команде путь Юрий Жунов, который стал капитан нашей акциональной команды по футболу. В истории турнира было разное, в том числе и период упадка. Сейчас он снова набирает обороты. В этом году за победу боролись шесть команд. Гости – Сбербанк из России, Ника из Украины и Акалюкс из Молдовы. Беларусь представили «Гомельский авангард», «Колос» из Гомельского района и «Добрушская Ипусь». На первом этапе команды разделили на две группы. Первыми на площадку вышли прошлогодний победитель турнира «Колос» и «Сбербанк». «Напряженная игра» завершилась результативной ничьей 4-4. По ходу игры как складывалось, конечно, считаем, что мы были ближе к победе, но команды были достойны не проиграть, по крайней мере. Поэтому считаю результат закономерный. Россия неуверенно провели и следующий матч, стали победителями в своей группе и попали в финал. Там их ждал «Гомельский авангард». Основное время игры завершилось в ничью 3-3. В серии пенальти сильнее были гомельские футболисты. Гомельский авангард «Гомельский авангард» Накануне старта женского баскетбольного чемпионата Беларуси перед командой «Гомельсош» ставили задачу занять четвертое место. Соревноваться на равных с хорошо укомплектованными лидерами «Гродненской Олимпии», «Столичными цмоками» и «Горизонтом» «Гомельские девушки» пока не могут. А вот остальные соперники вполне по силам. На минувшей неделе команда «Гомельсош» провела две игры. На своей площадке гомельчанки принимали «Горизонт-2». Хозяйки со стартового свистка захватили инициативу и первую половину игры завершили в свою пользу. 32-22. Третья четверть получилась более напряженной и результативной. Минчанки добавили, однако гомельчанкам все же удалось сохранить преимущество в 10 очков. 52-42. Первую половину четвертой четверти хозяйки паркета провалили. Удачная игра гостей позволила им подобраться на расстояние двух очков. Концовка обещала быть напряженной. За минуту до финальной сирены счет был 59-57 в пользу «Сожа». Несколько взаимных ошибок только повысили градус. Решающей стала игра лидера гомельчанок Екатерины Чариковой. Реализовав два штрафных броска, она обеспечила победу своей команды. 61-57. Через три дня гомельчанки отправились в Брест, где встречались с местной Викторией. Хозяйки победили 80-62. В чемпионате у «Сожа» в копилке 7 побед и 6 поражений. И на сегодня о спорте все. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!